В последние 12 месяцев европейцы были ошеломлены последствиями инфляции. Похоже, что тучи рассеиваются. Инфляция спустилась ниже 3%, но темпы роста выглядят крайне неустойчивыми. Цены на продукты питания, стоимость энергоносителей. В этом выпуске программы мы встречаемся с представителями бизнеса и потребителями и беседуем с еврокомиссаром по экономическим вопросам. Прогноз развития европейской экономики на следующий год и далее неоднозначен. Положительный фактор очевиден, инфляция в еврозоне продолжает снижаться. По оценкам, в октябре этого года она дошла до отметки 2,9% после пикового значения в 10,6% годом ранее. Несмотря на это, темпы роста в ЕС в целом в последнее время замедлились. Ожидается, что по итогам 2023 года рост составит 0,6%, а в следующем году вдвое больше. Рынок труда остается стабильным, а зарплата в целом поднимается. Но конфликты и изменения климата могут оказать давление на экономику. Возникают вопросы и о том, как страны Евросоюза будут адаптироваться к скорому окончанию действия национальных планов восстановления экономик. В последние месяцы цены на энергоносители транспорта и некоторые виды сырья стабилизировались. Но ни эти покупатели, ни управляющие бельгийским продуктовым магазином, не ощущают, что ассортимент стал дешевле. За два последних года продукты питания в Европе заметно подорожали. Яйца на 37%, картофель на 53%, а оливковое масло на 75%. В последние месяцы, правда, цены растут не так быстро. А что впереди? Об этом мы поговорили с еврокомиссаром Пауло Джентилони. Продолжение следует... Стоимость сырья и энергии остается одновременно. Это одна из главных проблем для крупных промышленных компаний. Группа ЭТЭК, странс-национальная корпорация, базирующаяся в Бельгии, в течение многих лет потребляет много энергии для производства. Как объясняет генеральный директор, инфляция заставила искать пути повышения эффективности. В том, что касается стоимости энергоносителей, в еврозоне годовая инфляция резко снизилась. С 41,5% на конец 2022 года до 11,2% на конец 2023 года. Однако в компании ЭТЭКС из-за роста процентных ставок увеличились и сдержки. Дирекция обеспокоена тем, как это отразится на конкурентоспособности. Итак, тарифы на энергоносители снижаются. Это сохранится и в ближайшем будущем. Об этом мы беседуем с Аделем Эльгамалем, профессором в сфере энергетической геополитики. ГОВОРИТ НА ИНОСТРА Профессор напоминает, по данным МВФ, почти половина показателей инфляции последних двух лет обусловлена ростом маржи крупных компаний, играющих на повышение цен. Он ожидает перенастройки рынка. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАНСКОМ ЯЗЫКЕ Вернувшись в Еврокомиссию, мы спрашиваем Пауло Джентилони, продолжится ли замедление экономического роста в 2024-м. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАНСКОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАНСКОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАНСКОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАНСКОМ ЯЗЫКЕ Если Европе удастся смягчить последствия ценового кризиса в ближайшие месяцы, то бизнесу и обществу можно перевести дух в надежде, что текущие геополитические конфликты будут вскоре разрешены. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok